Деяние апостолов, первая глава Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Поэтому они, сошедшись, спрашивали его, говоря, «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. «И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Яков Алфеев и Симон Зелот и Иуда, брат Якова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женщинами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человек около ста двадцати. Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предсказал Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда незринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же Псалмов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой. Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея, и помолились, и сказали, «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из этих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к одиннадцати апостолам.